Это танк Леопард-2, один со 150, який стоять на узброении украинской армии. Месяц тому, после тяжких боев, этой машиной еще четыре таких танки прибыли на ремонт сюда, в польский город Глевице. Всего про несколько месяцев этот танк вернется на фронт, а сам завод в польском городе Глевице готовы принять на ремонт на шмат больше украинской техники. На pewno jesteśmy встани ремонтовать большинство леопард в версии 2А4. В этом специализирует наш заклад и вопрос, которая нас будет determinировала, то właśnie доступность части, которые мы получаем со стороны немецкой. Процесс выполнения посчёгольных частей, то таких достаточно стратегичных, то таких частей опто-электroniczных, электroniczных, то таких 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 лухов. Вымiana зоспоу напэдового в этом цоћгу, то есть 40 минут, даже на полу walkи, конечный есть до этого дополнительный спрят, конечно, бергер-панс, который уможливает поднесение и замотование такого силника с блоку напэдового, потому что это не сам силник, это силник с прехватом. И если знову поровнусь, то с спрятом о родоводзе родзеском? Ну, спрят о родоводзе родзеском не ма такой возможности, потому что там вымяна силника, то есть день, полтора дня рабочего. Продолжение следует... Завод углевицы рамантуе не тольки леопарды, вежуя, кого вы бачыцца тут, што вельми важна для Украины, и он рамантуе шеи техніку советскага узору, это, например, танки Т-64 и Т-72. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Важливо, чтобы продолжалось навчание, тренирование наших військовых, которые происходят также в Польше. И Польша является одной из страны, этой пилотной коалиции, которая окружает 11 страны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Агульным коштам каля 2 млрд евро. Гэтый темп допамоги заховывается и селета. Объем військовой допамоги Украине уже перакрочил личбу у 3 млрд евро. Так поведмила Министерство обороны Польши. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА